Так, все, запись пошла. Все круто. Давайте тогда теперь начнем наш вебинар. Мы сегодня разговорим про затвейф-устройства. Я рассказываю о том, какие у нас вообще затвейф-устройства есть, конкретно в компании ZKME. Где смотреть на эти устройства, тоже покажу, как, соответственно, вы поймете, как и с чего выбирать, какой вообще выбор, в принципе, есть. Устройств довольно-таки много для российского рынка. То есть очень много различных брендов, очень много разных форматов исполнения этих устройств. Соответственно, выбор тоже довольно-таки большой. В том числе у нас и наши российские производители тоже делают различные устройства. И это довольно-таки круто, потому что выбор есть. Все затвейф-устройства есть, кстати, на сайте затвейф-уальянса. Я тоже ссылочку прикреплю в конце нашей встречи. Ну, наверное, скажу, в рассылке. И сперва хочу сказать то, что все затвейф-устройства, которые есть на рынке по-хорошему сейчас, ну, кроме каких-то остаточных девайсов, которые лежат уже пару лет на складах, их никто не покупает, все эти устройства новые. Новые. Они на пятом поколении. Пятое поколение называется, еще называется, как затвейф-плюс. У него такой значок, который вы видите внизу экрана. И что означает, что вот этот затвейф-плюс. То есть, есть затвейф, сам затвейф-это протокол, да, у которого есть разные поколения этого протокола. То есть, есть третье поколение, которое с маленьким радиусом, ну, то есть, со средним радиусом действия, с средним временным работой от батареек, со своим каналом, да. И вот каждый раз, когда проходит какое-то время, затвейф свой протокол развивает, ну, там, условно говоря, раз в два года выпускается новое поколение. И вот так случилось то, что было изобретено для затвейф-пятое поколение, которое несколько улучшило вообще параметры затвейф-сети непосредственно чем. То есть, время работы устройства увеличилось было, энергоэффективность чипа, радиус действия тоже увеличился. То есть, вместо каких-то там 15 метров, там уже, может быть, 50 метров или около того, канал тоже расширился. То есть, раньше устройства обменивались, ну, информация на скорости 40 км в секунду, сейчас на скорости 100 км в секунду. Это очень крутая фишка, была в то время, ну, и сейчас она тоже довольно-таки крутая, потому что задержки уменьшаются очень сильно при больших каких-то трансляциях. То есть, там, уровень снижается очень сильно. Плюс на пятом поколении переработан алгоритм Explorer Frame, он лучше организовывает сеть, лучше, получается, находится маршрут, лучше устраивается сама сеть, и поэтому тоже возникает меньше надежных. Также в пятом поколении появился у нас OTA, OTA это OTA Air Updates, это обновление девайсов по воздуху, то есть удаленное. Они у вас стоят, они могут точно так же через контроллеры прошиться. Плюс есть накидное шифрование, оно, в принципе, было на третьем, но оно там довольно-таки сложно ингрементировалось, но вот на пятом, в принципе, оно идет из коробки. То есть, в принципе, шифрование это одно из обязательных условий, которое должно быть в этих устройствах сейчас. И давайте начинать про устройства, какие есть, про каждое расскажу примерно, что из себя представляет. Ну, если будут какие-то кейсы всплывать, тоже буду про кейсы рассказывать. Все-таки анимация осталась, это глупо. Первая, самая главная у нас, ну, не самая главная группа, но одна из таких основных групп, про которую думает человек при создании умного дома, это вот конкретно управление освещением. И тут у нас довольно-таки много устройств различных есть на любой вкус и цвет. Есть, к примеру, ну, самый известный бренд, по сути, это Fibara бренд, он известен своими устройствами, которые, в принципе, очень крутые, очень надежные. И своими контроллерами, которые не всегда показывают такую же надежность, такую же крутость, но, тем не менее, это самый такой дорогой премьерный бренд, и у него есть, соответственно, вот такие вот устройства, как реле для управления светом, или, в принципе, называется реле для управления светом, но, по факту, это реле для управления любой нагрузкой. То есть, ну, реле просто щелкает, включается, выключается, и, соответственно, он работает любой нагрузкой. Есть два типа, то есть двойной реле и одинарный реле. Двойной реле – это устройство с двумя каналами. Одинарный реле – это устройство, у которого один канал, соответственно, одно реле управляет только одним девайсом. Одинарное реле немножко мощнее, там нагрузка коммутированная 2,5 кВт, У одинарного реле коммуникации всего лишь полтора киловатта, зато два канала. Идем дальше. Есть также аналог этих девайсов, это реле для управления светом от компании ZATWAVE.me, то есть это были DV-шные диммеры, которые переделались с помощью чипа ZATWAVE, которые ставятся внутри в эту плату, в этот корпус ставят ZATWAVE-плату кастомную, и, соответственно, из этого девайса получается умный девайс. Реле тоже довольно-таки мощное, то есть там 1,2 киловатта, то есть одноканально-двухканально есть тоже реле, и 1,2 киловатта на двухканальный реле на каждый канал, и 2,3 киловатта на одинарное реле. В принципе, единственный минус этих реле был в том, что они только с едиными типами накладок работают, то есть вот с такими вот бежевыми страшными, с такими вот менее страшными беленькими. Это, ну, накладки, то есть 100% только такие, то есть это PERIS, это BUSHEGER какой-то, не помню. Ну, в общем, поэтому они не сыскали прям большую популярность, но их плюс в том, что они могут монтироваться даже, ну, без какого-то подразделения, это, в принципе, им это не обязательно. Они очень защищены от всяких внешних воздействий, благодаря вот этого корпуса хорошего такого. Так, дальше у нас также идет DIMMER. Диммер фибаровский, к нему есть также, чаще всего используются дополнения в роли байпас шунта. Диммер используется для того, чтобы изменять освещение в источниках света диммируемых, которые работают, изменяя свою якость от 0 до 100. И, соответственно, этот диммер может коммутировать 250 ватт нагрузки, довольно-таки немного. Раньше диммер коммутировали 500 ватт, и это было прям очень круто. Сейчас только 250, но, в принципе, жалоб не особо нет. Особо нет. Особенная черта вот этого устройства, конкретно FIBAR диммера, то есть у других девайсов такого свойства нет. FIBAR диммер может работать в разрыв фазы. То есть разрыв фазы – это работа без нуля. То есть у нас есть выключатель, в котором нет нуля, и, соответственно, да, для резистивной нагрузки, где нет нуля, мы подключаемся только к фазе в разрыв, и точно так же можем этим девайсом управлять. Под эту ситуацию есть некоторые проблемы. То есть, к примеру, если подключаем стадиодную нагрузку, то возможно мерцание при выключенном состоянии диммера. Это возникает из-за того, что диммер в разрыв фазы пропускает через сверху на количество ватт, и, соответственно, тоже питается от этой сети. И проходящая остаточная мощность влияет на включение лампочки, и та либо не до конца тухнет, либо мерцает, либо с ней что-то еще происходит. Для нивелирования этого эффекта есть байпас, то есть это шунт. Шунт ставится параллельно, точнее, к лампе, и вся нагрузка проходит через него, тем самым лампа перестает мерцать. Для стадиодов сколько нагрузка и какое количество ламп может быть? Сами считайте, потому что есть лампы разной нагрузки, есть 10-ваттные, есть 5-ваттные, 3-ваттные, даже 1-ватт. Ну, в общем, все есть, все угодно. Посчитайте. В нагрузку 250 ватт должны вы, в принципе, уложиться, чтобы все работало как надо. Также, если подключите много источников освещения, то диммер не будет работать, он вам выдаст просто ошибку, ну, как бы системную ошибку, в которой будет сказано то, что либо overcurrent, либо overheat, либо там, ну, без напряжения. Допустим, если сеть не стандартный overcurrent, если слишком много устройств подключено, overheat, если устройство неправильно охлаждается, ну, и, в общем, он будет защищаться, как только может, от ваших неправильных действий. Так что сломать, в принципе, довольно-таки его сложно. Плюс байпас тоже очень хорошая вещь, которая подходит не только к диммеру второму, но, в принципе, к любым другим диммерам, для того, чтобы тоже снимать эту нагрузку. То есть, если есть какой-то девайс, который работает для разрыв фазы, и есть мерцание ламп, то его байпас второй, в принципе, тоже довольно-таки подходит к решению этой ситуации. Есть также у FIBAR RGBV-модуль. RGBV-модуль – это устройство, которое позволяет управлять светодиодными лентами различными. То есть, можно и белыми, можно и RGB, можно и RGB-лентами. И оно работает от 12 вольт или 24 вольт. То есть, оно должно через блок питания запитываться от нашей сети, и к этой вещи уже подключается наша лента, и, соответственно, диммируется, управляет все цвета, и с ней происходит взаимодействие. В интерфейсе выглядит как цветовая палитра по большей части, и, соответственно, выбираем цвет, и она диммирует как нам угодно. Также можно выбрать другие различные варианты, допустим, чтобы сделать какое-то нестандартное решение на этой лампе, то есть на этом модуле. То есть, есть возможность, к примеру, автоматизировать замок. То есть, там есть триггель, там есть язычок, и мы можем с них считывать электромеханический замок, в котором мы можем считывать какие-то определенные данные, открывать его с помощью подачи напряжения. И с помощью вот этого RGB-лента модуля мы можем подключиться так, чтобы увидеть, что происходит с нашими делайсами. То есть, либо через RGB-лент модуль, в принципе, либо через устройство, которое в дальнейшем я тоже покажу. Модуль, также у него максимальная нагрузка при 12 вольтах, у него нагрузка 144 ватта, при 24, соответственно, 288. Теперь про Filio поговорим. Есть устройства для управления освещением, для, в принципе, любыми устройствами, да, также есть и Filio. Filio немножко бренд, можно сказать, менее премиальный, на самом деле вообще не такой прям стандартный сегментный, сегмент среднего класса, со своими плюсами, со своими какими-то увязками, минусами, но в целом очень такой тоже серьезный, приятный, можно сказать, даже красивый бренд. То есть, вот в этом плане мы сейчас рассматриваем всякие релешки. Они есть одинарные, есть двойные. И второй пункт, это их, как бы, такое критичное отличие от фибаровских, это деление еще вот этой вот группы одинарное и двойное, на еще две подгруппы, это с энергопотреблением и с сухими контактами. То есть, есть четыре типа разных реле, с энергопотреблением, с сухими контактами, одинарные и двойные. И в зависимости от типа у них, соответственно, разные применения. По большей части все эти релешки одинарные рассчитаны на 2,3 кВт, а двойные на 1,25 кВт на каждый канал. Так, я сейчас вам покажу. То есть, вот выглядит вот так вот с сухими контактами, выглядит так с энергопотреблением. Если заметим, то здесь у нас есть фиолетовый провод, который отвечает за вот эту перемычку с L, то есть с нашей фазой и, соответственно, пробрасывает на нее напряжение, которое мы даем на это реле. Они вообще работают от 220 вольт. Кстати, фибаровские реле работают еще, по-моему, от 24 вольт. Это тоже очень круто и необычно, потому что филио работает только от 220. Естественно, есть сухие контакты и мы можем... Фибар нет сухих контактов. Ну, филио реле мы можем монтировать, допустим, не коммутировать, да, можем коммутировать какое-то напряжение, а можем просто, естественно, с помощью сухих контактов отрабатывать, ну, какую-то имитацию сработки, чтобы тоже какие-то устройства включать, которые работают только по сухим контактам. Ну, то есть сухие контакты, они, в принципе, не подходят для освещения, да, но подходят для того, чтобы просто какой-то сигнал передать на... ну, дальше для обработки. Также есть филио диммер, он явно не круче, чем фибаровский, у него нагрузки еще меньше, он 200 ваттный, он не работает в разрыв фазы, и он, в принципе, работает абсолютно так же в остальном. Ну, соответственно, стоит дешевле на 1500, если вам конкретно нужна скорость сработки, и вам нужно больше ваттности, и нужно разрыв фазы, то это фибаровский диммер. Если нет, то это, в принципе, филио. И тоже критичное различие между вот этими штуками, фибаровскими штуками и нашими филио штуками, в том то, что филио-релешки, они работают с некоторой задержкой, то есть у них где-то 0,2 секунд задержка перед работой при щелчке на их реле. Тоже стоит учитывать, если вы включаете освещение и вас бесит задержка, то лучше брать фибары. Если же это не так критично, то, в принципе, абсолютно окей. Я сейчас дам ссылку на два видео, точнее даже не два видео, просто на описание товара, в котором будет показана задержка, уже будете сами выбирать, нужно вам это или не нужно. В принципе, не так критично. Так, дальше у нас идет силовое реле. IOTech Heavy Duty Smart Switch. Это тоже огромная релешка, такая прямо здоровенная, прям супер-мега большая. Она работает только от 230 вольт. Так, сейчас. Работает от 230 вольт, то есть это трехфазный реле, но зато коммутирует нагрузку. Вот так. Вот. Раз видео. И сейчас второй дом коммутирует. Это реле коммутирует нагрузку 10 киловатт. Это 40 ампер, в принципе, можно использовать для того, чтобы обесточить весь дом. То есть вы ставите реле на ваш весь дом и, ну, дом, дачу, куда угодно, в принципе, да, и отключаете сразу весь дом от энергопотребления в случае, если там что-то случается. То есть реле просто перекрывает все это дело и теряется полностью. Связь с домом обесточивается. Так, и второе видео. Также можно использовать для автоматизации каких-то котлов, допустим, которые не могут работать по сухим контактам. Ну, или же, допустим, какими-то банями, какими-то саунами электрическими, в которых конкретно устройство работает с большой нагрузкой, которую нужно тоже включать и включать. Плюс там еще есть модуль энергоизмерения. Мерит все потребление в доме и может вводить в определенном формате вам это в интерфейс тоже умного дома. А там уже сами разбирайте, что вам с этим делать. Немножко спрятался, текст спрятался. Но, в общем, также модуль для управления освещением любыми другими приборами – это Helton Switcher. Это наше новое устройство, ему чуть-чуть больше месяца, как у нас появился. Это пятиканальное реле, которое может управлять различными устройствами на включение и выключение по собственным каналам реле. Или же, если эти устройства находятся далеко и нет возможности связываться по проводам с этим девайсом, то с помощью тоже этих кнопок может управлять девайсами вблизи. Ассоциативно или же через контроллер – это, соответственно, уже вы решаете, но все эти возможности есть. То есть тут еще, кроме пяти каналов реле, есть еще, ну, как бы, сухие контакты тут есть. То есть можно их замыкать на... Слышите, пожалуйста. Они могут скоммутироваться как с нагрузкой, причем, точнее, не с нагрузкой, а с напряжением, причем с различным. То есть какое даете на вход, то такое будет коммутироваться на выходе, но только с помощью перемычки. Дальше можно использовать тоже сухие контакты. И плюс в этом устройстве есть еще три датчика. Это датчик температуры, встроенный... Все встроено, точнее, даже так скажу. Это датчик температуры, это датчик влажности и это датчик освещенности. На самом деле довольно-таки много, но, в принципе, в Hilton девайсах это везде есть и это довольно-таки круто. Плюс это единственное устройство, точнее, это единственный бренд, Hilton, это единственный бренд, который сейчас имплементирует второй тип шифрования на Zutweave, это S2. Очень крутое шифрование, о нем я уже немножечко рассказывал на предыдущем вебинаре. В общем, устройство реально мощное, на него есть, кстати, тоже я делал на него обзор, писал, на Яндекс.Дзене есть, тоже в конце ссылочка будет на Яндекс.Дзен. Ну, или же в Телеграфе, в Телеграме, тоже можете потом посмотреть. Устройство реально очень интересное, вызывает сильную восторг и вообще, то есть оно вызвало очень много интереса. мы делали встречу с инсталляторами и вот очень много интереса, как этот девайс к себе переманил. То есть, по сравнению с Hilton, с Hilton термостатом, там девайс очень сильный, очень мощный и очень прикольный. Плюс еще как бы у всех этих термостатов очень много разных исполнений. То есть, это и разные цвета рамки, черная, белая, красная, зеленая, синяя, желтая. В общем, много разных таких даже вырвиглазных. Плюс еще есть разные рамки, они уже менее вырвиглазные. Это какая там есть металлическая. Ну, как у айфонов, короче, вплоть до черного. То есть, там и Space Gray, и какая-то черная. В общем, четыре типа рамки, в принципе, тоже очень органично можно описать любой дизайн. Есть аналог вот с предыдущим включателем, который в каком-то плане может быть немножко лучше, но в плане цены он явно не очень крут. Потому что, ну, Vitrum просто стоит на процентов 50 дороже, если говорить про одноканальный включатель. Насколько я понимаю, то есть, Hiltun стоил 990, а одноканальный он может стоить, ну, ладно, мы уже сказал 50, где-то на процентов 30 одноканальный дороже. То есть, это где-то 13 стоит. Но зато у диммера есть прям полная линейка для управления жалюзией, и для управления светом, и диммирования. И есть сателлит, который вообще беспроводной работает батареек, и вообще чем можно управлять. То есть, Vitrum – это тоже довольно-таки сильный бренд именно The Wave, у которого там очень много разных вариаций, ну, очень много вариативности в установке есть. Соответственно, вообще он может работать на своем отдельном контроллере, и все будет очень круто даже с других устройств. Но, блин, это реально очень дорого, на мое мнение, по моему счету. Ну, как-то так, да. А, вот у них еще преимущество есть в том, что у них намного больше цитовых решений, то есть там палитра вообще какая угодно под заказ. Плюс можно сделать из мрамора панельку, можно сделать, блин, из чего угодно. Из чего хотите, из того закажете, из того вам сделают эту панельку. Плюс у них немножко более сенситивная кнопка, ее более приятно нажимают, с помощью нее более приятно димировать. Ну, не то, чтобы приятно, а просто, ну, вот, именно User Experience выше, проще понять, как это устройство работает и проще делать это уже интуитивно. Также, если лампочки, они не супер-мега-гипер-популярные устройства ZTE, но, соответственно, тоже есть, тоже приобретаются, возможно, даже как ретрансляторы. Причем их минус в том, что если мы их поставим в какой-нибудь светильник и светильник выключим, то получится так, что у нас светильник выключен и мы не сможем нашу лампочку включить. То есть у нас просто не будет питания на ней. Ну, они, в принципе, тоже довольно-таки интересные устройства. То есть это РБВ, разные лампочки типа Zipata или Aoteca. Это и обычные, включающиеся, демируемые доме-тех лампочки, которые только могут быть, которые могут сидеть только белым цветом, ну, или, по-моему, даже теплым. Соответственно, у них у всех токоль E27 ставятся только в этот цоколь и работают только с помощью вот этого цоколя. Так что, в принципе, можно ставить только какие-то светильники, которые будут с постоянным питанием и не выключаться. В таком случае будет удобство. Бывает так то, что реально у нас, то есть идет сеть может визоции через лампочку, а кто-то лампочку выключает просто от постоянного питания и у нас часть дома просто рушится и не управляется. Это очень неприкольно. Так, переходим к модерному розетку. Это, в принципе, такой аналог релешек наших, только чуть мощнее по мощности. И, в принципе, все. То есть, если мы хотим автоматизировать розетку, мы можем это сделать и с помощью релешки, и с помощью умной розетки. Ну, вот умные розетки – это такой пережиток прошлого, на таком мнении. То есть, этим пользуются, ну, на серьезных объектах этим реально очень мало пользуются. То есть, это, по большей части, берут просто под себя или же из-за красоты, потому что, ну, они выглядят, бывает реально очень круто. Но кому-то не нравится, что они постоянно вставлены в розетку и то, что их можно спокойно обесточить и каким-то образом просто утащить куда-то непонятно в какое место. Но тоже они, в принципе, часто используются в частных инсталляциях, да, то есть, кто-то себе купил, приобрел, поставил, естественно, тоже пользуются. У меня тоже такие стоят розетки. Какие они бывают? Они бывают диммеры, они бывают реле. По форм-фактору самая симпатичная реле, точнее, самая симпатичная розетка – это, ну, вообще признанная такая розетка – это Fibara Wall Plug. То есть, многие ее считают очень симпатичной розеткой, очень компактной, очень маленькой. И, ну, не просто так, то есть, она реально торчит из выключателя, ну, наверное, сантиметра на 3-4, да, и тоже может уже умная, да, и управляет вашим торшером или там чем-то еще, или утюгом, который отключает век для потребления. Или же там, допустим, смотрит, включится телевизор или нет. Почти у всех розеток есть измерение энергопотребления внутри, и они почти все коммунируют нагрузку 3,5 кВт. То есть, это на 1000 Вт больше, чем у реле, и, соответственно, мы можем к этой штуке подключить чайник, и она будет работать без перегрузки. Реле мы не подключим, потому что чайники обычно… Светничок чайников – это 3,2-3,5 кВт. Соответственно, еще вот конкретно у этой розеточки есть светодиодный контур, который меняется в зависимости от напряжения, подключенного к ней. То есть, если мы включим чайник и оставим его, то он будет гореть синеньким. Если же мы чайник включим, то загорится фиолетовый цвет или красный, который будет означать, что сейчас на эту розетку очень большое напряжение попадает, и она, соответственно, работает изо всех сил. Если будет слишком большое напряжение, она просто отключается, выключая сеть, точнее, напряжение будет… Да, будет большая мощность, она просто отключится, вводит режим блокировки, ее нужно будет тоже вручную снимать блокировки. Ну, естественно, тоже очень компактная, очень такая симпатичная розеточка. Также есть тоже очень симпатичная IOTech Smart Switch 6. Розетка хороша тем, что у нее, во-первых, есть USB, но в этом же ее сразу заименность в том, что у нас USB коммутируется вместе с обходом 230 В. Если мы выключаем 230 В питания, то есть выключаем нашу розетку, то у нас и выключается наша зарядка USB. Мне очень прикольно, потому что если у нас розетка включена Tarshare и включена зарядка телефона, то, выключая Tarshare удаленно, мы выключаем и нашу зарядку. То есть тут тоже есть свой нюанс, но розетка очень компактная, тоже реально она не более компактная, но она очень аккуратно сделана, очень аккуратно исполнена. И на мой счет, на мое мнение, она более органично вписывается в, допустим, тот же самый пилот белый или черный. То есть она более симпатично смотрится, чем фибарловская. И у нее тоже есть подсветка светодиодная. И вот так делают такие устройства, прям похожие на HomeKit девайсы. Я сейчас примерно понял, что реально такой у них дизайн очень похожий конкретно на HomeKit девайсы. Но, по сути, это Z-Wave, это USB-порт, это подсветочка и этот рисклинг для клада коммутации на вход. Теперь у нас реле для управления светом Z-Wave, они бывают двух типов. Это IP44 или же IP20. IP44 подходит нам для ванной комнаты. Она немножко получше сделана, получше исполнена, даже крышечка есть. И, соответственно, мы можем ставить эти вещи в места с повышенной влажностью. Тоже есть энергопотребление. Немножко, наверное, такие уже динозавры-розетки. Они большие, такие крупные. И, соответственно, не очень стильные, так сказать. Но они очень много места занимают, поэтому, допустим, в пилот 2-3 штуки не вставить сразу же. Если там пилот на два деления, то можно вставить только два. Точнее, если на два деления, то ставим только один. Если же на три деления. Ну, в общем, там порт жирается просто только так, с помощью этого корпуса. Также есть диммеры. Диммеры коммутируют нагрузку тоже довольно-таки маленькую, что-то 230 Вт. И они тоже могут диммировать то, что там дается на выходе. Все то же самое, что обычно диммеры, только работают при подключении конкретно в розетку. Ну, соответственно, тоже установки управляются и выключаются. Есть розетка Filio. Тоже, вот, она тоже очень компактная, очень хорошо исполненная. Это тоже новая розетка конкретно от Filio. И мощность с нагрузками 2,8 кВт, немножко поменьше, чем у других. В принципе, все то же самое, что и у Fibara V-plug, только подешевле и немножко в другом корпусе исполненная. Но она тоже довольно-таки компактная. Она реально компактная, то есть здесь она выглядит немножко больше, чем она есть на самом деле. Так, теперь у нас идет управление моторами. Переходим к нашей новой группе. И опять поехали. Смотрим, что у нас есть такая штука, как Roller Shutter 2. В принципе, Z-Wave устройство управляет моторами только с помощью трех проводов. То есть это ноль и это две фазы, которые крутятся. В одну сторону фазы крутятся и в другую сторону та же фаза будет крутить этот мотор. Можем подключать Roller Shutter к любым вот таким вот исполненным моторам, у которых также есть еще концевые выключатели. И тогда мы сможем управлять моторами по Z-Play. Мы можем управлять гаражными воротами, можем управлять журси, рульставами, ламбелями. В принципе, чем угодно. Главное, чтобы было при провода. Есть также измерение энергопотребления. Происходит считывание того, работает ли сейчас мотор или не работает. К примеру, если какое-то есть энергопотребление. Плюс еще это устройство калибруется с помощью своих алгоритмов. И, соответственно, бывает такое, что криво калибруется и приходится либо в сеть переключать, либо перенастраивать, либо настраивать тролежку устройств для работы с моторами на работу по времени. Соответственно, есть еще и предыдущий собрат, который глупее, но из-за этого он, на самом деле, лучше и пригоднее. Потому что он, в принципе, чем угодно управляет. Вообще, принципы абсолютно такие же, только у него механическая калибровка. И этот девайс может вообще реально чем угодно управлять. То есть, столкнулись с тем, что есть зонфер-реле, точнее, зонфер-мотор, который имеет его логику, и к нему подключали второй роллер-шаттер, и он нифига не мог управлять. Они тыркались, что-то там пытались с собой спорить, да, то есть, кто кого перекрутит, и ничего не получалось, и, то есть, это не работало. И в таком случае пришлось подключать этот мотор вообще через сухие контакты как раз-таки. Роллер-шаттер первый, спокойная проблема этим девайсом, потому что у него нет калибровки автоматической, и именно калибровки электронной, то есть только механическая. И, соответственно, девайс в этом плане немножко лучше. Да и, в принципе, в других вещах тоже это реально получше, потому что в Fubara есть такая тенденция свой девайс портить всё с течением времени. Почему так, я, честно, не могу сказать, но это реально замечено. Так что для управления моторами используйте роллер-шаттер 2. Если найдёте рейн-шаттер 1, то, в принципе, тоже рекомендую его приобрести, чтобы просто хотя бы было. Вторая версия продаётся. Первая версия, к сожалению, уже не продаётся, но я знаю, ну, в общем, у меня есть там пару штук. Если нужно, то, в принципе, можно приобрести. Так же есть аналог Fubara-овских разных релешек, точнее, удаления жалюзи моторами. Это ZWF Blind Control. Это, на самом деле, двухканальное реле. Абсолютно такой же девайс, как я уже показывал до этого, только с прошивкой для жалюзи. Единственное отличие в том, что, ну, в принципе, жалюзи как работают. То есть мы вверх крутим, вниз крутим, у нас одновременно две фазы никогда не замыкаются. И здесь такая прошивка в том случае, если у нас срабатывает один канал реле, то у нас включается другой, и работает только один канал реле одновременно. Так, ну и, соответственно, всё то же самое, что в предыдущих типах реле, и работает с теми же, со всеми типами жалюзи. Что-то у нас... Что-то съехал презентацию, смогу показывать экран, наверное. Вот, то, в общем, у нас датчики устройства контроля за домом. Да. И теперь переходим к нашему такому... Сейчас поставлю 66% масштаб. Вот так, здесь нормально видно. И переходим теперь к устройствам датчикам конкретно умного дома. То есть это телометрия, это датчики температуры, ну, всякие датчики температуры, влажности, освещенности. Это датчики безопасности, это датчики, ну, активно-пассивной безопасности. То есть датчики осторожней, датчики отлагорания. Это тоже разные группы. Начнем с первого. Это датчика движения Fibaro Motion Sensor. Самый популярный, прям, такой, ну, известный датчик, который, ну, вызывает реально восторг. Когда его видят, когда его трогают, он реально похож на глаз. Он также светится. То есть, не маркетингая фишка. У него реально его сенсор подсвечивается желтым, красным, зеленым, синим цветом. И в нем встроены еще есть датчики, помимо датчика движения, есть встроенный датчик освещенности, датчик температуры. То есть, получается, уже датчик 3 в 1. В некоторых более новых версиях есть также, еще показывается, акселерометр. Но он, то есть, не есть только в пятом поколении, и это позволяет его определять в, ну, определять его вообще в пространстве. То есть, поменялось его положение в пространстве или же нет. Цитовая индикация тоже изменяется по температуре. Если, допустим, у нас температура низкая, будет мерцать синий. Если у нас будет средняя температура, будет зеленая, естественно, если большая температура, то будет у нас мерцать красным. Тоже отключается эта индикация. То есть, может датчик вообще не мерцать, когда он срабатывает, когда он там температуру определяет, но можно сделать ее немножко поменьше. Ставится очень просто. Ставится очень реально просто. То есть, там есть у него корпус для крепления, есть, ну, и он монтирует, соответственно, просто вот этот корпус. Сам корпус может ставиться на саморез, может монтироваться на двусторонний скотч. То есть, в принципе, довольно-таки простое и, ну, такое всеобразное крепление, которое, в принципе, есть почти у всех датчиков. То есть, они все крепятся либо на двусторонний скотч, что, конечно, чуть менее надежно, либо они крепятся на саморезы или каким-то уже тоже таким похожим способом. Следующий датчик тоже мультисенсор IOTech 6 в 1. Он здесь показан на фотографии в комплекте с его креплением. Крепление тоже отдельно продается, и это крепление позволяет его в разные стороны поворачивать и дать угол обзора, изменять вообще его позицию сработки. Он очень компактен, и его самое главное преимущество не в том, что, во-первых, у меня там 6 датчиков есть. Это датчик освещенности, это датчик температуры, влажности и вибрации, и это еще датчик, который определяет наш UV-индекс. Ну и, соответственно, сам датчик движения. Плюс еще релешка, фу, блин, что-то меня сегодня на слово реле заело. Плюс датчик еще работает от USB, то есть 5 вольтами питаем этот девайс, он работает от постоянного питания, и, соответственно, ему никогда не нужно менять батарейки, и все прям мега супер. То есть это чаще всего берут его, чтобы ставить конкретно этот датчик с бесперебойным питанием. Есть также еще датчики движения FIRIO. Они бывают двухзонные и четырехзонные. То есть двухзонные – это те, которые крепятся у нас на стену, и по двум зонам более точно обрабатывается работку. В этом плане FIRIO датчики более крутые, то есть у них нет ничего, кроме датчика движения, но с этой функцией они справляются намного лучше по зоне охвата, по зоне действия, ну и, естественно, по дальности и по четкости. То есть у них более гибко настраивается чувствительность и со стороны обзора больше. Двузонные – это крепится на стену, четырехзона крепится в потолок с помощью потолочного крепления. Знаете, есть такие лампочки с цоколем G7, называется цоколь, да, то есть два штряка, и там есть такая рамочка, которая уцепляется, соответственно, ну, то есть вы выставите лампочку и вставите ее в потолок с помощью таких вот креплений, из таких зажимов. Точно такое же крепление у вот этого датчика четырехзонового для потолка. Есть также мультисенсоры. Исторически то, что они называются мультисенсоры, хоть, в принципе, почти все датчики Z-TV обладают мульти-датчиковостью, да, то есть у них много-много датчиков. Это, ну, в общем, точно не один датчик. То есть в любом случае вы натыкаете на девайс, и примерно понимаете, что, ну, в описании сказано, что у него как минимум еще один дополнительный есть. Вот то же самое с мультисенсорами. Есть три в четыре в одном, есть три в одном. То есть есть такой мультисенсор, который с датчиком движения температуры и освещенности, так в нем еще открытие есть. А есть такое же, только без датчика открытия. И, в принципе, разницы, по сути, никакой нет, да. То есть, ну, допустим, человек входит в комнату или заходит в окно, и в любом случае сработает датчик открытия. Но если у нас комната открыта, наши двери открыты, да, то человек прошел, все равно мы определим, что человек вошел в эту комнату. Если в чем-то есть удобство, то в чем-то нет удобства. Тоже на свой вкус и цвет, соответственно, устройство есть. Четыре в одном, правда, без пятого поколения. Точнее, по-моему, без шифрования как раз-таки. И, соответственно, по-моему, да, без пятого поколения. Поэтому немножечко подешевле, чем три в одном. Ну, а так, да, как бы, МФУ девайса три в одном, четыре в одном. Вот, теперь переходим к нашей поверхности безопасности. Это датчик протечки Fibaro Full Sensor. Это датчик, который определяет протечку с помощью его трех щупов, которые находятся у него с нижней части. Золотые щупы, которые, если замыкаются, хотя бы два из них, то определяется сработка, ну, сработка определяется от протечки и происходит какие-то действия. В этом датчике есть еще дополнительный датчик температуры, который тоже позволяет нам определять температуру в нашей ванной. Ну, на самом деле, на полу там немножко прохладнее будет, если как-то даже без стеклого пола. Также к нему можно подключить еще и другой датчик протечки, да, то есть у него в корпусе есть еще клеймная колодка, в которую можно подключить выносный датчик температуры и можно подключить датчик выносной протечки. То есть он может монтироваться, этот датчик может монтироваться и не на землю, но может монтироваться на стену, чтобы определять протечку с помощью щупа. Есть также датчики протечки Filio Everspring, они конкретно с выносными щупами, с плен длиной у Everspring 3 метра, у Filio 1,5 метра. Соответственно, они работают на пятом поколении, как, в принципе, предыдущий девайс тоже. Соответственно, у них у нас на щуп, и также есть еще датчик влажности, датчик температуры, то есть немножко более функциональный девайс. Соответственно, стоит тоже подешевле немножко. И датчик протечки чаще всего еще нужно, чтобы просто не определять протечку, но также перекрывать клапаны какие-то, стояки, чтобы не было затопления. Соответственно, датчик протечки сам это сделать не может, ему для этого нужно еще два девайса в помощь. Это электромеханический клапан, который будет стоять на том месте, на том кране, который нужно перекрывать. И это релешка любая, то есть это EFI Bar, Filio Everspring, любая, которая сможет подать сигнал на этот электромеханический клапан. И нам нужно будет настроить сцену, которая будет перекрывать нам воду с помощью этого клапана, если срабатывает датчик протечки. То есть если датчик протечки срабатывает, мы отправляем команду на реле закройся, реле закрывается, то есть оно включается, и тем самым перекрывает клапан, если он нормально открыт. Если он нормально закрыт, то у нас ситуация естественно наоборот. Датчик открытия FIBARA Door Windows Sensor это датчик, который крепится у нас на окно, на дверь с помощью скотча двустороннего, который в комплекте идет очень такой компактно, аккуратно крепится. К этому датчику можно подключить кнопку звонкового типа, то есть нажал, она обратно опустилась. Это для запуска, допустим, каких-то сцен. Или же датчик температуры DS18B20, чтобы тоже это устройство определяло температуру в помещении. Вот такая вот цветовая палитра есть различная, его можно также покрасить любой цвет, но только аккуратно если. Ну, соответственно, он работает в экс-системе охранной, то есть если открывается дверь у нас, а дом стоит на охране, то присылается, допустим, уведомление. А если дом не стоит на охране, но дверь открывается, то включается свет или вентилятор. Ну, в принципе, то есть какое-то действие происходит, не несущее в себе каких-то охранных какой-то такой деятельности, которая предотвращает вторжение. Есть также датчик открытия 3 в 1. Это то же самое, что и датчик движения эфирио, только с датчиком открытия двери. Противностей очень много. Кстати, да, каюсь, я некоторые девайсы пропустил. Ну, то есть, допустим, в этом вебинаре не будет у нас, допустим, неокулкама, к сожалению, потому что я совершенно забыл о том, что такой бренд есть, и вообще, в принципе, не включил его. Но, видите, в принципе, такая вероятность есть, и даже если какие-то бренды не упоминают, это не значит, что, во-первых, мы их не продаем, а, во-вторых, не значит, что они, в принципе, не признаны и тоже не работают. То есть, в принципе, есть там какие-то дефаровские релешки тоже хорошо работают, они в российском производстве, да, то есть, другие тоже бренды есть, которые у нас конкретно представлены, и с ними тоже, в принципе, можно работать. Вот еще один из вариативностей датчиков открытия – это датчики открытия IOTech. Они всегда славились, ну, IOTech каким-то таким своим сообразным дизайном, и UX-дизайном для монтажа, и UX-дизайном для пользователя. То есть, вот эти вот датчики, они монтируются вообще просто очень скрытно. Ну, то есть, у нас правый датчик, это Recess Door Window Sensor, он встраивается в дверь. То есть, нужно нам в двери выпилить отверстие, туда вставить датчик, если это деревянная дверь, да, туда поместить его, и с другой стороны такую же рамку оставить под магнит для этого датчика. А левый датчик, он, соответственно, крестится в уголочек, красится под окно, под цвет окна, и все, соответственно, он невидим, прям супер-милый крутой датчик. Ну, намного более компактный, то есть, он тонкий, там, у него сколько… Он толщиной меньше сантиметра, что-то 0,5 сантиметра, по-моему, или сантиметр, и шириной длиной… Катеты, в общем, там, по 45 миллиметров, по-моему. В общем, реально, датчик очень компактный. Вот, теперь у нас датчик дыма Fibaro Smoke Sensor. Это Fibaro Smoke Sensor признан самым таким маленьким датчиком дыма, и он признанируется вообще, в принципе, все датчики дыма, признанируется не как основная система защиты и безопасности, но как дополнительная. То есть, у них нет сертификатов конкретных под то, что они являются официальным таким оборудованием, которое может защитить от пожара и сразу от предупредить. Но по опыту, то есть, они срабатывают очень четко, реагируют на дым. Могут реагировать на сигаретный дым, на вейп реагируют. Ну, то есть, просто на большое количество какого-то дыма они начинают реагировать. Соответственно, установки также реагируют не просто на дым, они реагируют на резкое увеличение температуры. То есть, допустим, за пару секунд, допустим, 50 градусов. И в таком случае тоже срабатывает. Говорит так, что какие-то вещи горят без дыма, просто плавятся, но температура резко повышается, датчик определяет и, соответственно, происходит тоже сработка датчика и какое-то тоже дополнительное увеличение безопасности. Допустим, спринклиры, если он стоит спринклир в квартире, это очень круто, это прям очень легко бывает. Или же в коттедже, да, то, допустим, с помощью реле можно запустить спринклиры. Здесь, конечно, тоже можно автоматизировать, потому что не все они автоматизируются. Есть датчик СО, датчик угарного газа, есть точно такой же, кстати, еще как датчик дыма, только датчик СО фибаровский. И вот есть датчик СО Vision Security. Он намного больше, он менее симпатичный, но тоже по цене он немножечко дешевле. Немножко дешевле, там тысяч на полторы дешевле, чем фибаровский. Все такие же функции, плюс также есть еще у него самодиагностика, как у предыдущего датчика. То есть мы зажимаем, он срабатывает, показывает, что он пищит, что он исправен. Ну и, соответственно, он реагирует на угарный газ, то есть это автомобильный газ, допустим. Это не устройство для того, чтобы отлавливать природный газ, который у нас в наших плитах. Для этого есть отдельное устройство, пока мы его не анонсируем, но оно, в принципе, есть, и оно определяет наше количество природного газа у нас в помещении. Ну, соответственно, вот угарный газ тоже мы можем отлавливать. Так, есть теперь еще датчик дыма. Это филевский датчик дыма, он просто очень крупный, он крупнее, чем фибаровский, но, в принципе, все то же самое. Есть также комплект анализатор воздуха и ветрогенератор, как он называется. В общем, устройство, которое нам всасывает прохладный воздух, ну, в общем, циркуляция воздуха организовывает у нас в помещении. Это два разных устройства, которые тоже могут работать в паре. Они представлены под брендом Zigenia, то есть это Zigenia Aubi. Называется датчик качества воздуха. Это датчик СО2, по-моему. То есть, чем мы больше в комнате надышали, чем у нас больше таких вот разных других примесей, тем у нас краснее индикатор. То есть, он может быть зеленый, желтый, красный. Соответственно, чем он больше, тем, чем загрязненность больше, тем краснее индикатор. И в интерфейсе тоже мы это видим. Также по вот этому датчику можно включить какие-то тоже действия предпринимать. Допустим, либо открывать окна с помощью наших цепных приводов, либо включать вентилятор, либо же вот конкретно включать этот вот циркулятор воздуха, который называется Zigenia AeroPack. Это такая махина, которая монтируется на стену. Из-за этой махиной делается дрень в стене огромная. Туда вставляется труба с фильтрами. И это устройство включает циркуляцию воздуха. У нас идет продувка нашего воздуха нам в квартиру. Есть также еще токоизмерительные клещи филиума. Они монтируются, ставятся на три фазы. А, нет, они меряют две фазы различные. Соответственно, мы можем определять ток, напряжение, текущее, то есть, какое сейчас, и общее прошедшее через эти клещи. Ну вот, соответственно, для того, чтобы замерять, что у нас происходит, сколько у нас энергопотребление, мы тоже можем эти клещи использовать. Они, в принципе, очень точные и очень надежные. Меряют довольно-таки много. Есть также замки еще. Замки есть Vision. Есть еще, кстати, скоро появятся диналог замки более симпатичные. Пока я о них не рассказываю. То есть, ну, не показываю на слайдах, но вкратце так рассказываю. То есть, Vision это замки, которые такие офисные, какие-то для своего помещения, в которые не хочется, чтобы дети входили. То есть, в принципе, такие базовые замки. Ничего в них серьезного нет. Есть кодовый замок, и мы можем их открывать удаленно. Ничего такого прям супер-мегасерьезного нет. Есть диналоги, которые, во-первых, компактнее в тысячу раз. Они прям так вот просто маленький такой подбрышочек ставятся у нас, ставятся на дверь. И, соответственно, тоже открывает-закрывает без какого-то либо пароля, да, то есть, там без тыканья на цифербат. Ну, точнее, на этих кнопках происходит тоже открытие-закрывает этого замка. Есть также еще гейл-замки. У нас они не представлены, но они работают с ZetWave. И, в принципе, точно не знаю, есть ли они на российском рынке. Вроде бы, насколько я понимаю, вообще они должны быть. Соответственно, замки имеют регистрацию кодов. То есть, мы можем зарегистрировать в этой системе, там, 7-8 пользователей. Точнее, 13 штук пользователей зарегистрировать. У них будет у каждого свой уникальный вход. И если кто-то входит по этому коду, то мы определяем то, что человек по этому коду вошел. Мы знаем, кто это сделал. Вот так вот. Также есть сирены различные. Есть внутренние сирены, которые питаются постоянным питанием. Это как сирена IOTech. Она питается от 220 вольт и срабатывает, даже если этих 220 вольт в розетке и нет. То есть, у нее есть небольшой такой аккумулятор. Накапывается энергия. И в случае, если у нас идет обесточение нашего дома, наша сирена тоже сработает, потому что там есть какой-то определенный заряд. Есть настраиваемый уровень громкости. То есть, мы можем сделать так, что она тихо пищала или очень громко пищала. Ну и, соответственно, монтируется в розетку. И тоже там есть и световая индикация, есть и, соответственно, обычная звуковая, звуковая, довольно-таки громкая. Есть такая же сиренная батарейка. Ой, сиренная батарейка такая есть, которая питается от батареек. Ну, такая, на самом деле, такая хорошенькая на счет. Я думал, что в следующую презентацию я просто уберу. На ней еще не знаю. Вот. И есть также еще уличные сирены. Это ПОП и Эверспринговская. ПОПовская сирена чем отличается тем, что работает от аккумулятора. И у нее есть огромная, ну, не огромная такая, у медных размеров солнечная панель, которая позволяет этому устройству вообще самоперезаряжаться. То есть, мы просто вешаем, и устройство само заряжается. Работает это 50 дней без подзарядки. Не во всех регионах она будет работать. То, что у нас зима где-то длится дольше, где-то солнышка нет вообще никогда. Ну, и, соответственно, вот такого формата, опять же, нужно понимать, подходит ли она вам или не подходит. Также есть еще Эверспринговская сирена, которая питается от батарейки или постоянного источника. И, то есть, можно поставить резерв на батарейке. Она будет, в случае отключения питания, обещать от батарейки. В общем, также она устраивается в уровне громкости. Там два уровня громкости. Ну, и есть тоже, соответственно, индикаторы за батареей. Как и у POP-сирены, как и у Эверспринговской сирены. Теперь смотрим про управление домом. Это выключатели, настенные, какие-то девайсы для управления другими девайсами. Без залазения в телефон, в приложение. И без взаимодействия. То есть, просто физическое взаимодействие с другими девайсами у него дома. Первый у нас Fibaro Swipe. Ой, я два раза в батон добавил, походу. О, да. Fibaro Swipe и Fibaro The Button. Давайте сейчас только про Fibaro Swipe расскажу. Это очень крутая вещь, которая работает от батареек, которая работает от постоянного питания. от USB 5 вольт. И что позволяет Fibaro Swipe. Fibaro Swipe, ну, вообще, давайте я сейчас расскажу примерно, то есть, чем мы управляем в доме, да, то есть, с помощью физических включателей. А потом вы уже сами будете думать, для чего применять Swipe, для чего батон применять. Я буду рассказывать, как вообще-то, просто как ими управлять. В принципе, управлять мы можем чем угодно, да, то есть, это банальное включение освещением, это диммирование света, ну, это управление жалюзи, опять же, да, то есть, мы там нажимаем на кнопочку или что-то делаем еще сторонним устройством, да, у нас включается мотор, вверх поднимается, вниз опускается, в общем, отрабатывает. Мы, соответственно, ставим дом на охрану, снимаем дом с охраны, в общем, вариантов реально очень много. Любое действие, которое мы можем осуществить с интерфейса, да, ну, почти любое действие, мы также можем осуществить и с вот этих вот вещей, о которых я дальше рассказываю. И вот Fibaro Swipe – это устройство, которое управляется жестами, то есть, мы подносим к этому девайсу руку, подносим, махаем вверх, махаем вниз, вправо, влево, и оно срабатывает, то есть, оно нам управляет определенные команды при определенном взмахе. Также есть комбинации взмахов, да, то есть, это, допустим, там, вправо-влево мы махнули, да, то есть, у нас выполнена одна команда, а если влево-вправо, да, то, соответственно, выполняется другая команда. Также есть еще диммирование, то есть, мы можем так вот делать пальцем перед этим девайсом, у нас будет диммироваться в одну сторону, будет диммироваться в другую сторону. Ну, в общем, довольно-таки мощный девайс, реально очень такой у него вау-эффект. Плюс еще в том, что он монтируется, может монтироваться за столешницу, то есть, под столешницу, или же за стену там неглубоко, да, и тоже будет реагировать на движение. То есть, недавний кейс с фибаросвайпом, да, это, там, ребята делали какую-то умную столешницу, они приобрели фибаросвайп для того, чтобы, соответственно, тоже столешницу там взмах управлять, то есть, проводим над столешницей просто обычной, совершенно обычной столешницей проводим руку, и там включается свет, подсветка или там плита включается, в общем, что-то у них такое было. Тоже довольно-таки эффектно. Вот. Фибаро-баттон – это тоже кнопочка, это кнопочка, которая есть в различных пять нажатий, и есть еще одна функция по зажатию, то есть, мы зажимаем кнопку, происходит диммирование или же тоже какой-то функция этой сцены. Соответственно, если у нас есть несколько фибаро-баттонов, то мы можем сделать комбинацию нажатий, если одно срабатывает, если другое срабатывает после этого, если третье, то, соответственно, происходит какой-то, ну, подбирая такой код и пароль, да, там нажимая разные кнопки, у нас срабатывают разные действия. А так фибаро запускает любые сцены, которые у нас есть, запускает просто сработку каких-то девайсов и также может диммировать эти девайсы. Функциональная кнопка Filio, тоже такое эффектное устройство, которое крутится, у меня два типа монтажа, есть это монтирование на стену и просто горизонтальное положение. В горизонтальном положении эта кнопка работает как просто обычная кнопка, да, нажимаем на нее, она включает свет, нажмем еще раз, она включает свет, кнопка сенсорная, но если монтируем на стену, то есть возможность диммирования, появляется такая возможность, мы ее вешаем на стену, потом начинаем ее так вот крутить по кругу, она там спокойно болтается на магните в ее корпусе, и происходит диммирование чего-либо, да, соответственно, запуск тоже каких-то сцен. Ну, переливается всеми, кстати, еще цветами, да, то есть там 4-5 цветов его есть, и в зависимости от диммирования тоже там будут разные цвета тоже включаться-выключаться. С помощью этой штуки также можно диммировать разные вещи, то есть, допустим, какую-то лампочку, делаем поменьше, делаем побольше, соответственно, самое минимальное значение внизу, максимальное, это вот на, ну, сколько, 270 градусов, даже чуть-чуть побольше, там, 300 градусов, наверное, где-то максимальное значение. Вот, также есть еще выключатели настенные, одноклавишные, двухклавишные, сейчас, одноклавишные, двухклавишные, это беспроводные выключатели, которые монтируются на стену, на саморезы, то есть там за ними нет ничего абсолютно, это не просто накладки, но это конкретно девайсы, которые вмешиваются куда угодно, хоть в карман все кладутся и управляют различными группами устройств. То есть это и на освещение, это тоже также на диммирование, и на запуск сцен каких-то, и вообще, в принципе, чего угодно. Их преимущество в том, то, что мы можем их монтировать где угодно, монтировать на саморезы, монтировать на двусторонний скотч и перевешивать их в случае необходимости. То есть если у нас маленькие дети, и они еще довольно-таки такие карланы, чтобы нажимать кнопку на уровне нормального человека, в случае этого мы можем взять такие выключатели, их чуть пониже поставить, и дети уже могут самостоятельно с этим управлять. Это один из кейсов. Опять же еще второй, допустим, если мы делаем перестановку в комнате и закрываем наш выключатель с помощью штафа, мы можем, соответственно, взять такой выключатель, повесить его в другое место и чем-то тоже управлять. Есть такие одноклавишные, есть и такие же, есть еще двухклавишные. В принципе, задачи нет, кроме как просто количества кнопок на этих девайсах. Есть также еще очень похожий девайс на предыдущий, только с более совершенным дизайном и с аккумуляторной батареей. Это IOTech Wall Mode Cloud. Он управляет четырьмя группами светов, то есть на четыре кнопки есть. Он может также димировать устройство этих кнопочек. Эти кнопочки, то есть мы там вверх-вниз проводим по этим кнопочкам, и происходит димирование тоже устройств. Делав обзор на этот девайс, тоже можно зайти и посмотреть, как вообще, в принципе, устройство работает. Питается от аккумулятора, заряжается полчаса, работает полгода, вообще без каких-либо нареканий. Очень стильный, очень крутой девайс с подсветкой по центру. То есть там такое разделение, да, и, соответственно, тоже подсвечивается. Теперь переходим к устройству микроклимата. Тоже, как вы помните, я уже говорил про Funcoil. Это наш, точнее про Funcoil, про Hilton говорил. Это наш новый бренд из Армении, у которого три девайса. Тут, соответственно, уже наш свитчер, уже известный нам. Это Funcoil и это термостат. Funcoil – это устройство, которое позволяет управлять Funcoil, как ни странно, и работает следующим образом. То есть там три уровня скорости, то есть там три выхода каналов под регулировку скорости. Там еще есть два выхода под определение устройством, либо мы нагреваем, либо мы охлаждаем. Ну, соответственно, еще шесть разных режимов есть. Это супер-мега крутой режим, быстрый, типа он очень шустро работает. Есть режим расписания, есть режим vacation, то есть это мы тоже создаем различные расписания. Режим охлаждения, по-моему, есть и режим конкретно нагрева. Ну и ручной режим, то есть когда мы выбираем, соответственно, нагревать или охлаждать, вообще на такую температуру. Точно такой же термостат есть, Hilton термостат, только не для Funcoil, а просто для теплых полов. Там есть выходы под датчики температуры. Кстати, забыл сказать то, что у всех Hilton еще есть дополнительный датчик температуры, датчик влажности и датчик освещенности, который встроен прямо в них. Hilton термостат фактически такой же девайс, тоже есть ручное управление, Vacation Mode пока мы уезжаем, Dry есть, который очень сильно включает подогрев полов, режим типа дневное расписание и режим эко. соответственно, ну и вручную тоже можем управлять. Тоже включаем-выключаем вручную его, выставляем либо температуру, либо какое-то время, он тоже отрабатывает по расписанию. Цветных вариаций очень много, это и, ну, как у этого, господи, у свитчера тоже там 6 цветов, 4 рамки, в общем, 24 различных артиков цветов, мы можем учиться вообще в этой комбинаторике. Вот, также есть Hitit термостат теплого пола, а, кстати, забыл сказать, что это все сенсорные кнопочки, и они довольно-таки удобные по нажатиям, поэтому вообще термостат и фанколы реально очень крутая вещь. Вот, насчет сенсоров, у Hitit термостат немножко похуже, там три кнопочки, там LCD-дисплей есть, сенсорные кнопочки, которые немножко поменьше по размеру, поэтому их немножко тяжелее нажимать, и термостат без режимов, без датчиков, показывает только один датчик какой-либо, это либо датчик внутренний, либо датчик, который встарается в пол. Ну, наполненный датчик в гофру, да, в коробку под датчик теплого пола. Немножко он менее функциональный, но почти такой же в цене. Вот, еще беспроводные термостаты, с реле тоже, там, допустим, для котла, можно на этом термостате задавать недельное расписание, и, естественно, ну, этим наслаждаться. По сути, еще плюс в том, что термостат беспроводной. Выглядит очень здорово, ну, для отелей, в принципе, и подходит. То же самое есть безнедельное расписание, с такой крутилкой, регулятор температуры, или же комплект с релешкой, это вот температура в фунгус. Термостат Secure с колесиком, мы его называем. Также есть еще управление кондиционерами. Это происходит действие с помощью Remotox XT120. Это вот такая вот штука черно-белая, которая может отправлять ИК-команды на кондиционер. В принципе, не только на кондиционер, но, в принципе, на любой другой девайс, который может принимать ИК-команды. может питаться с постоянным питанием с помощью мини-USB, может питаться с помощью постоянного питания от батареек, точнее, с помощью батареечного питания от батареек может питаться, и передает у них база кодов на 3000 разных кондиционеров. Но также есть еще обучение командами вручную. То есть мы обучиваем наш пульт работать с кастомными ИК-командами, и уже пульт у нас превращается не просто в устройство управления кондиционерами, но еще устройство управления ИК-телевизорами и аппаратурой и прочей разной ерундой, которая связана с ИК. Минус в том, что нет обратной связи, в остальном, в принципе, девайс тоже очень мощный, и очень много разборов этого девайса есть на Ютубе, в том числе и я делал, так что тоже можете посмотреть, как он работает. Еще есть термоголовка. Два типа термоголовок есть. Это Dance Living Connect и фибаровская термоголовка. И они крепятся, у них есть три разных переходника, они крепятся на любой тип адаптеров. То есть, если говорить про фибаровский, точнее, даже про Danfoss, он крепится с помощью передних, ну, у него стандартное крепление M30 на 1.5, есть также адаптеры под Danfoss RTD-N и под Danfoss RAN. Три варианта крепления есть, можно с помощью, в принципе, и других дополнительно кукольных креплений тоже на другие вещи установить, но, в принципе, такие самые стандартные. Сам датчик, само устройство крепится на батарею, на концевый клапан, и у него четыре тоже режима работы есть. Обычный режим, эко-режим, прямое управление и защита от замерзания. Если открывается окно, то у нас отключается наш Danfoss и через какое-то время после закрытия начинает все-таки опять отрабатывать. То есть, определяет резкое сражение температуры и опять включается. подходит, в принципе, ну, как я уже сказал, на три версии клапанов, но это прям самые стандартные версии клапанов, и чаще всего только их и ставят. по форм-фактору такая вот колба небольшая, да, то есть ставится наш клапан и, соответственно, определяет температуру в нашем помещении, ну, в нашем помещении определяет и выставляет на уровень температуры для того, чтобы включалось, ну, включалось отопление. отопление. Есть также еще бархит-контроллер, который пока у нас не появился, но в скором времени появится, ну, в следующей поставке уже. И у него все то же самое почти, что и у Danfoss, только немножко другой дизайн, и его температуру можно с помощью его вот так вот крутить, можно и, соответственно, температуру выставлять. Плюс он еще питается, может питаться от постоянного питания с помощью microUSB, также его можно зарядить, и он будет работать за 3 месяца без перебоя. Вот, также еще есть бесплатный термостат, о которых я уже ранее рассказывал. Это термостат Danx RS, такой аналог Secure, который более симпатичный, вешается на стенку и с помощью него выставляется температура какая-то, то есть меряет температуру и, соответственно, может текущую температуру, которую на нем выставлен, передавать на многие-многие другие девайсы, чтобы, допустим, вздом включать на отопление или, допустим, вздом включать на отопление. Это не Danx RS, это реле-поп, который перекрывает шаровые клапаны. То есть можно вставить на вентили, то есть и на вентили, и на заглушки, которые поворачиваются. Естественно, с помощью мотора, который опирается от 12 вольт, со своим разъемом мы можем переключать, ну, он просто поворачивается, перекрывает клапаны, соответственно, крепим просто его на трубу, крепим с помощью хомута, ставим нам на наш клапан, и если у нас активируется какая-то сцена или активируется это устройство, то происходит перекрытие этого клапана. Перекрывает за 10 секунд. Есть мультимедиа-девайс, это ремонток ZF310, получилось устройство не очень крутое, потому что оно несовместимо почти несколькими контроллерами, совместимо только с Raspberry. с помощью этой штуки можно эмулировать любой пульт для любого телевизора, для любого киноцентра, для любого, какой-то AV-аппаратуры, пробросить их, и у нас все эти пульты будут у нас на телефоне. В принципе, довольно удобная вещь, 6 каналов есть, поэтому можно управлять сразу вообще все аппаратуры, которые у нас есть, с помощью этого девайса. Точно так же, как я уже сказал, ремонток ZXT120, точно так же подходит под управление мультимедиа с помощью его ИК-команды. Здесь повторяюсь, просто что такой девайс тоже есть, мы можем использовать вместо 310 ZXT120. Кстати, у нас еще новые устройства тоже появляются, ZXT600, они такие более крупные, серенькие такие, ну, у них более большой базы кодов, они более такие, ну, серьезные, подходят для того, чтобы просто плат-н-плей, то есть поставить сразу средь базу кодов, и все это будет работать. Так, теперь формат уже последний, уже все, мы уже почти заканчиваем, это do-it-yourself, и есть таких вот два девайса, это FIBAR Universal Sensor, это устройство, которое может нашу охранку автоматизировать, то есть мы подключаем этот девайс к нашим датчикам бинарным, да, которые там 433 датчики, какие-то другие проводные, или же подключаем к нашей, ну, подключаем его к панели безопасности, которая тоже работает по сухим контактам, и, естественно, при сработке какого-то датчика нам будет дублироваться сработка и на вот этот Universal Sensor. Плюс также к нему можно подключить вручную до четырех датчиков DS18B20 и, допустим, любых других бинарных датчиков, и они все будут работать, нам тоже показывать текущее состояние Universal Sensor. Также с помощью этой штуки замки автоматизируют, я, в общем, не люблю здесь, какие-то реально очень крутые и серьезные решения будут придумываться, и уже придумываться на Universal Sensor. Вот. Есть еще более интересное, чем предыдущее устройство девайс, это плата для подтипирования зуны. это такая лососевого цвета платка, очень компактная, очень маленькая, с помощью которой можно сделать любое ZTF-устройство. То есть мы покупаем микрокомпоненты, электрокомпоненты, памперки где-то еще, подключаем все к этой плате расширения, и у нас работает наш новый датчик, который мы сделали на зоне. Ну, просто еще нужно скетч написать, но это очень просто, если мы знакомы с активным. А так реально очень мощное устройство, делать реально фактически можно все. Есть такие девайсы, есть сейчас уже появляются зуны мини, то есть такие совсем маленькие-маленькие платы, которые можно напаивать, или куда-то старать, потому что уже будет тоже умный девайс, просто без каких-либо других внедрений и решений. Подробнее тоже у нас мы можем когда-нибудь, если соберется много народу, запустить по зоне какой-то веб-шоп, на котором будет показываться, как вообще с этим девайсом работать, как его настраивать, как на него писать скетчи, и вообще что с помощью этого девайса еще можно сделать. Целая огромная база есть по этим девайсам, ну по разным скетчам, по тем девайсам, которые можно сделать на сайте, специализированном по ZUNA.ZUNA.ZUNA.ME В принципе, девайсы реально очень крутые, очень советую мне внимание обратить, я ссылочки тоже дам в рассылке. И еще два комплекта, таких основных есть супер-мега-дорогой комплект FIBARA, в котором есть пять датчиков и HomeCenter Lite. В принципе, для старта знакомства с устройствами ZWAVE это хороший комплект, но если опять же есть финансы. Если нет финансов, то можно взять подешевле и уже познакомиться с ним, или же сказать просто демо-чемодом, который у нас тоже есть. В принципе, есть и такой комплект сейчас, который продается за... Ну, тоже можно ко мне обратиться, я скажу, где-нибудь такой комплект можно приобрести немножко подешевле. Ну, процентов на 40 подешевле, чем по факту он есть. И также есть еще один комплект. Это комплект Ростелекома. Я не могу показывать его на записи пока что, потому что ругают меня, мою компанию. Ругают за то, что мы пиарим каким-то способом. Хотя я не скажу, что это какой-то жесткий пиар. Ну, вот есть Ростелекомовцы, которые наше оборудование, наши контроллеры тоже продают с некоторым оборудованием. Это обычно два датчика, или же два датчика и розетка, или три датчика и розетка. И, соответственно, контроллер по всему этому делу идет. И уже после этого можно все приобрести и наращивать тоже свой умный дом. Этот комплект реально дешевый, то есть он стоит 10 тысяч рублей за контроллер и три датчика. То есть, в принципе, это очень дешево, поэтому тоже можно приобрести. И, докупая устройство, поддерживаемое в этом интерфейсе, тоже этим можно пользоваться. По интерфейсу реально очень крутой контроллер. Ну, очень крутое облако у них, очень симпатично. В принципе, довольно понятно и приятное тоже приложение есть. Ну, в принципе, все. Опять ставлю QR-код, который у нас до этого был. Тоже можете его со-сканить. Все ссылки тоже будут у нас в рассылке после вебинара. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить сейчас в течение еще минут 10. Вот так. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...